Расскажи, Андрей, как дела? Как чувствуешь себя? Ничего, нормально. Потихонечку выздоравливаю. В этот раз такая была достаточно серьезная травма. Но уже сегодня побегал, чувствуется более-менее, я думаю, что 2-3 дня и должен быть в порядке. Если говорить о приближающемся плей-офф, что можно сказать о Бруклине? Насколько в команде довольны тем положением, которое она сейчас имеет? Как попытаются улучшить? Я думаю, что все довольны положением нашей команды, особенно после Нового года, первые 2 месяца. В принципе, мы и предполагали, что будут достаточно тяжелые. Мы не предполагали, что настолько тяжелые будут они, но действительно так очень тяжело сыгрывалась команда. Но в результате все равно мы пришли к нормальному уровню игры. И действительно, после Нового года заиграли турбоскетбок, которые должны были играть. Что касается плей-оффа, я считаю, что у нас очень талантливая команда в этом плане. То есть опытная, очень хороший сплав ветеранов, которые узнают, как играть в тяжелых матчах. И я думаю, что мы можем преподнести сюрприз любой команде, которая будет против нас. Насколько сюрприз? Очень серьезный сюрприз. Все, я уже отмечал много раз, что в NBA есть очень много удобных и неудобных команд. Все будет очень зависеть от того, какую команду, в каком раунде ты получишь. И от этого ты уже отталкиваешься. Если нет совершенно неудобной команды, то есть удобные команды. Поэтому тут будет зависеть очень от расписания, от команды, с которой мы будем играть. Будет преимущество домашней площадки, нет. То есть очень много факторов, кто будет здоров. И надеюсь, что все у нас будет здорово в плей-оффе. Ну а насколько все-таки, говоришь, удобные, неудобные? Есть ли вообще среди первой четверки удобные команды? 100% есть, но я не буду по ним играть. Я оставлю секрет. Ну опять же есть. Пускай они не знают. Есть ли его преимущество площадки? Насколько это реально за него поборазов? Это действительно очень серьезное преимущество. Потому что играть лишнюю игру на своей площадке действительно дорогого стоит. Потому что и болельщики, и город, и все расписание, что тебе не нужно путешествовать в другой город. И спать в гостинице, ты спишь у себя дома, нормально ты отдыхаешь в этот момент. Это влияет очень сильно на подготовку. Но я бы не сказал, что это прям ключевой момент, но просто некоторые плюсики, которые помогают подготовиться к игре. Спасибо.